Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. У нас есть маленькое, но очень рациональное предложение. Согласно пункту 4.2 договора концессионер берет на себя обязательства по сохранению цен, указанных в приложении номер 4, в течение как минимум двух лет с момента подписания настоящего договора. С целью защиты социально уязвимых лиц, проживающих в муниципе БОС, фракция ПКРМ предлагает дополнить пункт 6.2 договора о частно-государственном партнерстве в форме концессии под пункт х следующего содержания. Предоставлять лабораторные услуги социально уязвимым лицам в соответствии с категориями, изложенными в приложении номер 6, и в соответствии с ценами, изложенными в приложении номер 4, в течение пяти лет с момента заключения настоящего договора. Приложение номер 6. Перечень социально уязвимых категорий граждан, проживающих в муниципе БОС. Первое. Лица, достигшие стандартного пенсионного возраста. Перечень документов, которые необходимо предоставлять для подтверждения. Удостоверение личности, паспорт, пенсионное удостоверение. Вторая категория. Лица с тяжелыми... Ничего, что я перечисляю, Иванович? Ну, я сейчас расскажу, а потом вы будете обсуждать. Хорошо? Спасибо. Второе. Лица с тяжелыми ограничениями возможностей. Документы. Удостоверение личности, справка об ограничении возможностей и трудоспособности. Третье. Дети с ограниченными возможностями до 18 лет. Тяжелое, выраженное и среднее ограничение возможностей. Документы. Удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении, справка об ограничении возможностей и трудоспособности. Копия решения об установлении опеки, попечительства, в случае, когда над ребенком это установлено. 4. Лица с ограниченными возможностями с детства после 18 лет. Тяжелые выраженные и средние ограничения возможностей. Документы. Удостоверение личности, справка об ограничении возможностей трудоспособности, копия решения об удостановлении опеки в случае, когда установлено. 5. Лица с выраженными ограничениями возможностей, удостоверение личности, справка об ограничении возможностей. Многодетные семьи, в состав которых входят трое и более детей до 18 лет. Также необходимо предоставить удостоверение личности, свидетельство о рождении. 7. Дом семейного типа. Родители, воспитатели и дети. Необходимо удостоверение личности, свидетельство о рождении ребенка, решение Совета муниципия Белц о создании дома семейного типа. В зале присутствуют представители частного партнерства. Я хотел бы спросить, вы не против данного предложения? Можете согласиться, да? Спасибо за внимание. Продолжение следует...